Да нет, ты знаешь, что в самом деле тут увеличивается везде количество людей больных, да, и тут меня больше все волнует вообще закрытие на карантин, скажу честно. То есть не все перипетии, потому что я общался с людьми, которые протестуют, я спросил вообще, что они хотят, конкретно от руководства какой-то организации. Они сказали, что они назвали вообще такие, знаешь, космические требования, которые человек, который, так сказать, руководит организации, выполнить не может. Крайне важно вообще улучшать или задавать вопросы по теме, да, как мой даже ребенок сказал, не надо просить сантехника отремонтировать выключатель, может плохо закончиться. Вот это к этому, да, каждый отвечает за свое, да, на своем определенном уровне, насколько ему, так сказать, позволяет компетенция, да, а у нас люди хотят попросить, там, не знаю, у директора магазина раздавать бесплатно сосиски, плюс еще запустить космический корабль, да. С сосисками еще дело понятно, а вот с кораблем плохо обстоит, потому что директор магазина продуктового кораблями космическими не заветно. Ну, я бы сказал даже, что у нас люди хотят, чтобы была кнопка сделать все хорошо, и вот, собственно, кто-то новый пришел, сразу нажал ее, и всем стало хорошо. Да, ну вот, давай начнем тогда обсуждать. А у меня комп сгорел на неделе, поэтому, ну, я уже купил комплектующие, скажем так, и дополнительно... И получишь новый. Нет, я уже сделал, и еще я монитор себе второй купил, наконец-то, и поэтому сейчас у нас в передаче, у меня немножко в другом месте камера стоит, и я немножко по-другому, тут флаг более хорошо будет видно, так что... Ну, ты не озвучивай, в каком месте главное для слушателей, зрителей флаг, и в каком месте камера стоит. Это есть магазин в США, называется магазин «Сделай сам». Туда приезжают люди, покупают комплектующие, собирают компьютеры, айфоны, кому что надо, короче. Из забракованных на главных предприятиях китайских деталей можно собрать прекрасный компьютер, айфон, телевизор, стиральную машину. И вот Альбертыч посещает такие магазины «Сделай сам». Вот он собрал два монитора, и осталось немножко выпилить, немного подстрогать, подклеить, и будет готов новый суперкомпьютер. Супер... да, суперсервер американский новый. Ну, еще своими руками. Все куплено в местном фашисторге, да. К веселым новостям последней недели, по-моему, главная новость – это то, что произошло во Франции, когда... Ну, эта новость не веселая совершенно, потому что... Она не веселая, да. Да, не люблю я, когда убивают учителей, врачей, или издеваются... А почему только учителей и врачей? Вообще, в принципе, когда... Дальше, а вот эти люди, как бы, они работают с людьми, и вся их, в общем-то, жизнь, как и еще несколько и специальностей, облегчить. Участь человека, его страдания, либо, по крайней мере, сделать, попытаться, сделать маленькую попытку, сделать лучше, да. Но когда, в общем-то, получают они такую в ответ черную неблагодарность, это настроение общее не улучшает. Хотя, в общем-то, натура человека, к сожалению, деструктивная. Ничего с этим не поделаешь. Ну, я в двух словах просто, знаете, что-то мог и не слышать. Во Франции обезглавили учителя, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний чеченец, родившийся в Москве, ну и эмигрировавший во Францию. Тут, конечно, я не хочу делать акцент на то, что это именно чеченец. Просто тот факт, когда люди хоть куда-либо приезжают и начинают так агрессивно продвигать свои взгляды, ну, вы же понимаете, что это, опять же, в том месте, куда они приехали, рождает еще больше ответной, не агрессия, а как-то, лучше сказать, ответной ксенофобии и вот нетолерантности тоже. То есть, почему вот, например, французам теперь надо хорошо относиться ко всем остальным мусульманам и приезжим вообще во Францию? А я вот тебе расскажу историю, да, во-первых, чеченцев, я знаю несколько человек, среди них большинство вот этих моих знакомых, очень хорошие, порядочные люди. К вопросу, что жестокость, она не имеет национальности. Большинство и вообще все чеченцы, лично я, которых знают, люди вообще порядочные, нормальные, с ними приятно общаться. Второе, это пример прекрасный, который в Санкт-Петербурге произошел с доцентом, с историком, который убил свою собственную аспиранку, расчередил и бросил останки, собственно, в реку. То есть, жестокость и преступления не национальности не имеют. Дальше, по ситуации этой. Сегодня сообщили, что на сайте мечети, куда ходил этот молодой человек, оказывается, постили призывы не наказать, а, скажем, каким-то образом намекнуть вот этому учителю, что он поступает плохо. Это писали женщины. То есть, на самом деле, известно, что подростки вообще имеют такую тенденцию покрасоваться перед молодыми женщинами, показать свою ловкость, крутость и так далее. На почве этого они совершают очень часто не просто глупости, а очень большие глупости. Оказывается, вот травля этого учителя через этот сайт уже продолжалась достаточно долго. При этом власти французской совершенно-то не отслеживали. Второе, по поводу иммигрантов. Те люди, которые были в Париже, а вот в одну из поездок в Париж, поселили нас в отеле, который находится на крайне Парижа. Вокруг, по сути, многоэтажки, такой спальный парижский район. Большинство людей... Кстати, открылись окна, увидели, и было очень весело, темлокожим, арабам, вообще, магрибцам, смотреть, что привезли белых. Их очень веселилось, что в Париже появились ночью, среди ночи целый автобус белый. Они нас показывали пальцами, и они просто хохотали, что они здесь делают. Тем более, с постсоветского пространства. Я совершенно ночью захотелось бродить по Париже, я вышел, походил по этому микрорайону, ничего там на самом деле нет страшного. Есть мусульмане, есть чернокожие, есть люди, которые торгуют совершенно открыто наркотиками. Таких людей масса, но они заняты своим делом. Я ходил воду покупать, сок какой-то в магазин. Не знал, где магазин, пообщался по-английски с ребятами, которые у кого-то клуба сидели. Музычку хорошую, этническую слушали. Короче, ничего страшного, да, в самом деле. Тем паче было видно, что я, так сказать, ни француз, ни парижанин. Это лицо явно какой-то славянской национальности. А славяне такие же иммигранты, такие же опасные персонажи. Для французов, собственно, известно это дело. Что происходит? Иммигранты, в основном, которые уехали, они живут в городах. Французская власть, то есть они на самом деле не работают, живут на социал большинство. И перспективы у них крайне фиговые, да, по жизни. Они ходят, посещают школу, но занять какое-то место в обществе им крайне сложно, тяжело. То есть они могут работать неквалифицированно, либо заниматься всяческим нерегальным бизнесом, который присутствует в огромном количестве на краинах Парижа и других городов. Что в идеале могли делать французские власти, к примеру? Они могли сделать квоты расселения и четко контролировать расселение по всей территории своей страны, включая совершенно пустые маленькие городки, деревни и так далее. Далее ввести обязательное трудоустройство иммигрантов. То есть снизить социал и заставить этих людей работать. Когда человек работает вообще чем-то занято, он менее радикализируется и больше вписывается в местный социум. Тут получается ситуация, когда большинство иммигрантов, причем написано, что чеченцы были политэмигрантами. То есть на основании этого они получили убежище во Франции. Здесь вне зависимости, ты полит, не полит, либо полит, обязан был бы работать. То есть заниматься какой-то деятельностью, полезной, общественной. И это бы решило проблемы. При этом меня удивила вообще Макроновская реакция, который вдруг появился и сказал, что у него там 200 с чем-то человек, радикалов, эмигрантов сидит в тюрьмах. И сейчас он как бы после этого случая их депортирует. Он что это сегодня узнал? Это что нужно было дождаться, пока учителю несчастному этому отрезали голову? Мне вообще непонятно. Это чистый какой-то советский такой, извините, властный акционизм. Затопило, извините, там фекальными водами квартиру, поэтому мы наконец перекроем трубу или начнем их ремонтировать, потому что это прохудилась труба. Вот такой подход, он, когда люди затыкают дыры, когда уже, извините, оттуда непонятно, что хлынуло, конечно, непонятен, и это чистая политика. От этого ни эмигрантам, ни местным жителям хорошо точно не будет. Это еще раз показывает ограниченность власти, которая ни на шаг, ни на минуту вообще не думает наперед. Или вообще у них нет никакой политики по эмиграции. Сказать честно, как они социализировать этих людей собираются? Я понимаю, что прекрасные слова о мультикультурализме, вот эти все лекции, это все чудесно. Послушай, Влад, это твои любимые левые идеи, о которых весь мировой интернационал вместе соберется, и надо толерантно относиться ко всем. Никаких здесь левых идей нет. Это чистое капиталистическое, а я могу сказать. А ты принципы, а ты их не помнишь. Левый принцип, каждому по способностям, каждому по труду. Вот главный принцип коммунистический, о чем я говорю. Хорошо, эти ребята ни к чему не способны, кроме как резать головы. Так как к ним по-другому относиться? Неправда, неправда. Эти ребята способны к любому труду физическому. На заводах, в сельском хозяйстве и так далее. Насколько наработал, настолько и получил. Вот социалистический, коммунистический принцип. А принцип вот этих игр либеральных, он чисто капиталистический. Когда мы как бы помогаем людям, как бы их забираем по политическим, каким-то выдуманным причинам. Хотя те люди, которые хотят в Чечне работать, они спокойно там работают и живут. Действительно есть люди, политэмигранты. Но этих политэмигрантов, их сотни тысяч. Это явно экономические люди, которые сбежали по экономическим причинам. Вот этот принцип, каждому по способностям, каждому по труду его нет. Кстати, он у социалистов французских тоже бытует. При этом ввести квоту расселения. Что это, сложно сделать? Нет, конечно. Но они все, их всех, и они хотят жить в крупных городах, безусловно. Там проще выжить. Там больше нерегального бизнеса. В маленьких городах и деревнях все люди на самом деле находятся на виду. То, чем занимаются. Поэтому там, как правило, необходимо для того, чтобы влиться в эту общину, реально тогда надо социализироваться, реально адаптироваться и реально работать. И, кстати, многие, кстати, на это бы пошли. Люди, которые уехали действительно с горячих точек. Люди, уехавшие из стран крайне бедных. Но им не дают этой возможности. Да, совершенно другой принцип присутствует. Кто где вписался, тот там и живет. А вписаться легче и проще, конечно, в крупных городах европейских. Да и американских тоже самое. Обратите внимание, вот вся деревня, маленькие городки французские, они вымирают, как и немецкие. Там мало жителей. Там нет никаких бизнесов и так далее. Это все вымирает. Ну, послушай, не, подожди, но это такая общемировая тенденция, что вы собираетесь... Ну, как бы кластеры, вот такие большие кластеры городские, они более выгодны, что ли, для экономики и вообще для создания какого-либо продукта. Это просто более выгодные. Какого продукта? Да никакого продукта там не создается. Понимаешь? Там экономика почти вся слегла. Что, добывающая промышленность в Франции, что не добывают? В Ильзасе, Слотарингии, так сказать, оттяпанных когда-то у Германии этот уголь, он некачественный. Там закрытые шахты. Там эти города умирают. При этом сельское хозяйство на грани выживания. Кстати, сегодня в Польше началась забастовка. Сегодня почти часть Польши парализована. Люди на тракторах на медленной скорости идут по дорогам и парализуют движение. Потому что вот эти евросоюзовские квоты и невозможность вообще поддержки сельского хозяйства привела к крайней степени обеспокоенности, нищеты к серьезным проблемам у польских фермеров, которые просто вообще в очень серьезной и сложной ситуации сейчас находятся. И один раз под такую акцию попал. Мы там, не знаю, 30 километров ехали 4 часа. Сейчас полностью в Польше люди вышли на улицы, на дороги, фермеры, потому что жить уже так невозможно тем людям, которые что-то делают руками. Реально выращивают там, перерабатывают продукцию и так далее. А почему? Это, кстати, причина Брексита. Почему англичане вышли? Потому что были люди, которым явно это было не то, что неудобно, а просто это убивало какие-то секторы экономики традиционные. Вот эти разоренные в Венгрии деревни, где выращивался прекрасный виноград, где овощи выращивают. Это брошенные, да? Так Евросоюз, он типичный, кстати, Советским Союзом оказался, потому что там диверсифицировали создание действительно разных продуктов. Я помню, как возмущались греки, типа, а почему мы не можем, например, апельсины выращивать для продажи в Европе? Потому что апельсины для продажи в Европе выращивает другая страна, только там это возможно. И вот так вот все было сделано странно. Распределение квот. А вот зачем? Вот это вопрос корпорациям, компаниям. Потому что крупным компаниям крайне выгодно контролировать рынки. Им не выгодны мелкие производители. Им не выгодны какие-то люди, которые с национальным колоритом производят какую-то продукцию. Существуют гипермаркеты, да, как в Штатах. Это та же система, куда нужно централизованно по определенному стандарту завозить там яблоки одного размера. Которые, неважно где они произведены, не соответствуют каким-то критериям изначально. И при этом эти гипермаркеты централизованно платят налоги, они полностью контролируются там государством или системой европейской и так далее и тому подобное. При этом вот эти все европарламентарии периодически стонут о том, что в Африке, в других странах голод. И они не знают, чем им помочь. Они перечисляют деньги продажным этим правительствам африканским, которые их разворовывают. Там до народа не доходит вообще ничего. При этом они стесняют и не дают возможность производить продукты, которые как бы с точки зрения гуманизма можно было просто там, не знаю, отправлять в Африку. И просто реально помогать людям, чтобы они не умирали там просто от голода тысячами. Ну если уж там люди хотят так с гуманных побуждений помочь каким-то странам. Они запрещают это. Вот это гуманные побуждения, помогите хотя бы внутри своей страны. То есть многие, в общем-то, опять же, возмущения в современных странах Западной Европы в том, что не решаются проблемы внутри страны, но вы посылаете. Ну это, собственно, и в России такое происходит. Это происходит по всему миру, потому что происходит укропнение компаний, которые и компании, собственно, корпорации, они захватывают огромные рынки. Вот эта история с Google, да, когда там сейчас на них суд подали в Соединенных Штатах Америки, кто там, Конгресс кто там подал на Google сегодня или вчера. И что, чем это закончится? Да это закончится ничем, я просто уверен. Хотя явно недобросовестная конкуренция и многие устройства, которые ты покупаешь, там по умолчанию стоит Google. Хотя есть как бы поисковые системы лучше. Дело даже не только в этом. Как моя жена сказала, типа, что мешает как бы людям не пользоваться Google? Собственно, сам Google и мешает, скорее всего. Это не выходит явно, но я уверен, что Google просто скупает. Он мониторит рынок в поисках новых разработчиков, которые делают какие-то новые поисковые системы и просто их скупает. Скорее всего, внедряет их разработки, конечно же, в свой поиск. Можно сказать, он это лучше делает, но он точно пытается монополизировать рынок. Правда, для наших стран это не настолько критично. Я просто скажу, что не настолько критично, потому что у нас есть Яндекс, который, по-моему, лучше ищет на русском языке. То есть, у нас хотя бы есть разные варианты. Но в целом, конечно... И это не надо только про Google так думать. То же самое касается и Facebook, то же самое касается Амазона, любых монополистов. Но прикол американской системы именно в том, что здесь с монополиями очень старательно борются. Это еще началось с нефтяных монополий. Да, но хотя бы делают вид. Хотя бы они подали в суд и подняли проблему. Там еще фишка заключается на очень тяжело доказуемо, что с производителями Google договаривается. Причем на это идут десятки миллионов долларов. То есть, с руководством компании, если тебе случайно неожиданно с утра подарили, не знаю, картину Ван Гога, не очень дорогую, за миллионов 35 или сколько долларов, просто из уважения, то ты, естественно, тоже непонятно почему исключительно из уважения выберешь Google для того, чтобы он по умолчанию стоял в гаджете. То есть, там система очень милая, хорошая. Это все связано с коррупцией самого высокого уровня на самом деле. Но никто это раскапывать не будет. Но опять же, респект, так сказать, американцам, что они хотя бы эту проблему подняли и подали в суд. Хотя евросоюзовцы подавали в суд, это ничем не кончилось. Но само намерение вообще чудесное. Опять же, повторю, что в Америке, я не знаю, может и в каких-то тоже других западных странах, возможно, даже в Великобритании коррупция узаконена. То есть, здесь прямо пишется, что вот такая корпорация заплатила столько-то такому-то конгрессмену, чтобы он продвигал ее, лоббировал ее интересы. И, по-моему, это намного честнее. Потом, вы же понимаете, что интересы корпорации вполне могут совпадать с интересами конгрессмена, ему не приходится ходить и лицемерить по поводу того, как это на самом деле круто, что он совершенно не те интересы пытается защитить, которые... Ну, в общем, да как минимум честнее, знаете, такой поменьше лицемерия, что ли. Да, ну давай перейдем к следующей теме. Да, у нас тут много всего интересного, сейчас один момент. Ну вот прекрасно, кстати, про телефоны уже говорили, власти США заподозрили сотрудников аэрофлота в контрабанде электронной технике. Это я так смеялся, честно говоря, когда это прочитал. В том числе Apple, только что, кстати, вы говорили, что Альберт ездил в магазин и покупал детали, вот, и дома трудился над созданием, сбором компьютеров, вот. Вот, видимо, тут оказывается есть целый бизнес, параллельно с перевозкой пассажиров, это контрабанда электронной техники. Только, насколько я понял, это в США они везли, да, из России, да, эти, или наоборот они вывозились. Не, наоборот, в России, я, правда, не очень, понимаешь, это должны быть какие-то очень серьезные объемы, потому что, ну, понятно, что каждый там по два-три телефона вполне может вывезти. Это явно не по два-три телефона перевозилось. И более того, там, короче, мне понравились фамилии этой русской мафии. Ну, во-первых, господи, где же эти новости все? Я послал вот и потерялся. В общем, там, если одна российская фамилия, действительно, русская, точнее, русская, это перевозников. Во-первых, говорящая фамилия, очень конкретно, айфон-перевозников. Все остальные, там, знаете, типа Магомедов, Дагестанов, что-нибудь такое, Аюбов. Нет, Союза, дай бог ю, дай бог ю, то есть, это сложно сказать, принадлежность национальная. Дело не в этом, да, вообще. Тут интересная сама тема, сколько они этих Эплов вывезли, да. А второе, какой экономический смысл глубинный, ты мне, может, объяснишь, от такой контрабанды. При том, что, смотри, куча там контрафакта идет с Китая. Цены вообще в Москве, они тоже очень сильно варьируются. И там есть разные ценовые ниши, насколько я понимаю. Если кого-то очень хочется, он тоже может купить. То ли в США настолько там Эплы дешевые, там, в разы, что можно наварить хорошие суммы. Не в разы, но долларов на сто каждый будет дешевле. Дешевле. Да. Но для этого, как ты понимаешь, нужны объемы. То есть, ну, понятно, что два-три телефона это ничего не делают. Ну, не знаю, может, продаются в магазинах тоже, не знаю, американскую систему, можно ли там купить телефоны оптом. Вот прийти в магазин там какой-нибудь там, салон Эпл и сказать, здравствуйте, я хотел бы у вас купить там 400 телефонов сразу. Вот, забрать с собой, там, заплатить наличным. Может, где-то это проканает. Бог его знает, тут для меня много очень вопросов. Да, да, очень странный бизнес. Вот, но если это он существует, и если люди этим занимались, значит, он имеет какой-то смысл. Кстати, люди, которые в теме, вот они нам могут написать, да? Да. Как они это видят? Потому что тут мы, как говорится, полностью... Нет, просто, нет, вот сам бизнес такого перекупа, он понятен. Это еще и челноки, это все. Нет, смысл понятен, но да. Но, то есть, неужели это такой объем, что прямо им занялся Госдепартамент и ФБР, и прямо дошло до Генконсульства. И понятно, что это, опять же, именно граждане России, это не какие-то там, знаете, прям... Ну, это не то же самое, как, помните, была история, когда на самолетах аэрофлота кокаин возили. Вот это конкретно было явно связано с чиновниками. Ну, нет, ну, это понятно. Там и объем, и то, что возили, да? Понятное дело. Или как история известная, как ЦРУ на военных самолетах в США перевозила героин там в 80-е годы. Да, а за деньги покупали для контрас оружия, да, в Сальвадор. Это тоже, ну, мягко говоря, незаконная операция. Такое ощущение, что тут кто-то подсуетился, то ли, с ФБР, чтобы получить очередное звание, да, разоблачив очередную русскую мафию, да, ну, в кавычках. Потому что бывает, знаешь. Либо кто-то из этих, так сказать, подельников этих ребят просто их заложил, да, американским властям. Очень какая-то ситуация мутная вообще. Зачем это было нужно? Ну, ладно. Ну, тут, я просто хочу еще, как народ комментировал эту новость, ну, типа, Союза, дай бог ю, распространенное имя среди русских. Конечно же. Знаменитая российская мафия, глава. Дальше. Господи, что творится. Дай бог ю им здоровьячка всем, чтобы, ну, возили. Я смотрю, у властей США очень много свободного времени. Ну, это действительно. То есть, вот ощущение, как будто это мелковато. Просто мелковато. Ладно. Ну, смотри, сейчас очень много появилось дел, на самом деле. Я не обеляю, там, путинский режим или Россию, но есть дела по поводу расследования, так называемых, дел русских, да, они уже на все влияли. Там, на Олимпиаду какую-то, слушайте, там, взламывали сайт, еще чего-то. То есть, дело в том, что иногда происходит необходимая демонизация, да, людей определенной нации или определенных событий. Да, вот помнится, ну, люди определенной национальности в советских анекдотах всегда обвинялись в чем-то, да. Помнишь, там, в хране нет воды и так далее. Вот скоро вот очень похожая ситуация будет с русскими, потому что какие-то неблаговидные вещи, да, либо какие-то странные события будут связываться исключительно с происками России. Это все напоминает вообще холодную войну, скажу честно. Когда американцы рассказывали сказки про Советский Союз злобный, а Советский Союз про американцев, вот что не появилось там, колорадские жуки, это во время Олимпиады или каких-то там фестивалей молодежи и студентов выбрасывали из чемоданов специально, чтобы уничтожить нашу картошку, да, американцы. То есть любые вещи какие-то просто невероятные, каким-то конспирологическим хитрым способом связывались обязательно с противником. Вот эти времена, кошмарные на самом деле, да, они, ну и так же изображали, да, там, мужик с медведем на привязи и в шапке, ушанке с автоматом Калашникова, это такой советский чувак нормальный. А наоборот, дядя Сэм, да, там, со зломными сключенными пальцами от пересчета американских долларов, это образ американца, да, там, в советском агитпропе, проме, да. Это, ну, это все возвращение в такие колдовые, страшные времена холодной войны, хотя были какие-то просветы, казалось, люди будут более-менее адекватно себя воспринимать. В какой-то момент, так казалось, был диалог, сейчас с этим диалогом все труднее и труднее, к сожалению. Ну, вот тут идет комментарий по поводу того, в чем причина задержания, то есть они перевозили эти айфоны в обход таможни, понятно, что, в принципе, уже при покупке самого айфона ты оплачиваешь все налоги, которые есть в США на это, ты больше не должен никаких налогов платить. Более того, по-хорошему, если ты потом докажешь, что ты купил этот телефон для работы, то тебе даже какие-то налоги вернут обратно, но, тем не менее, ты должен был их вывезти через таможню, и понятно, раз ты вывозишь их через таможню, то потом их задекларируют на российской таможне надо, а если ты задекларируешь на российской таможне, то уже цены немножко другие на них получаются, и вот, собственно, в этом и прикол. Тем не менее, это я не думаю, что... Ну, тут скорее, зная Америку, то тут, если ты что-то нарушил, то до тебя докопаются до конца, понимаешь? И здесь скорее новость именно в том, что это сотрудники аэрофлота делали, это не просто какие-то люди все это перевозили, а сотрудники аэрофлота, соответственно, российская государственная компания, вот до них опять Америка докопалась. В Америке я, кстати, попытался вот сейчас перед... Попытался сейчас найти какую-то новость в американских СМИ по этому поводу, тут всем пофигу на это. Ну, видишь, новости-то нету, но вот видишь, вот такая новость появилась в том, по-моему, русскоязычных сайтах каких-то и так далее. Немножко, да, немножко про Беларусь. Канал и логотип Нехта признаны экстремистскими материалами, то есть, поэтому, наверное, даже не стоит мне показывать, потому что в Беларуси логотип Нехта теперь экстремизм. И Стефаныча могут... Ну, слушай, да нет, ничего там, дело в том, лучше его показывать и показывать, пойми. И наши слушатели, зрители понимают, что Нехта это очень серьезный проект, у которого очень хорошее финансирование. Помимо мальчиков, которые, так сказать, являются лицами проекта, там есть хорошие дяди, которые финансируют все это дело. Нехта... Дело в том, что когда появился этот чудный НЛП-ский принцип, когда можно удачное явление или достижение скопировать и размножить в тысячном тираже, да, там, растиражировать его до беспредела. А вот Нехту можно назвать кто-то, кое-кто и что-то с чем-то, сделать три канала отдельных, которые будут вещать и пропагандировать то же самое. Средств и возможности для этого масса. То есть, закрывается Нехта, делаются другие каналы, делается другая символика. По приколу может взять символику, использовать не ту, что использовали мальчики, а использовать там, не знаю, какую-нибудь государственную символику или еще какую-то, которую не запретят. В силу того, что, да, там у кого-то что-то хорошее с чем-то связано или что-то там олицетворяет. В современном мире вот любые запреты чего-либо, да, они вообще ни к чему не ведут. Только к тому, что это растиражируют, если это обладает энергетикой, люди сделают копию, раскопируют это. Тем более на это деньги, средства у людей есть, да, причем очень-очень большие. Поэтому проблем здесь нет. Идется крупная, в общем-то, игра на идеологическом фронте, которую власти пока удачно белорусские проигрывают. Ну и, конечно, они не вкладывают такие средства, которые у всех этих товарищей, ребят есть. Это перенаправленные, совершенно официально сказали, средства, которые должны были пойти на помощь Беларуси. Они направлены на развитие так называемого гражданского общества. Это миллионы долларов, это совершенно известные цифры. И это озвучено было в официальной прессе, совершенно честно и открыто. Поэтому все там хорошо, и вот эти мелкие запреты к чему придут? Да ни к чему. Как и любые запреты в сети, где запрещать можно что-то. Экстремизм, экстремистские сайты. Помнишь, на Архиворг были когда к ним претензии, что там есть мулы, священники, люди, которые на арабском размещены, их какие-то как лекции, да, в которых есть экстремистское содержание. И американцы очень долго там судились и были претензии вот к Архиворг, хотя большинство людей вообще не знают арабского языка, да. Потом эти надо было лекции перевести, потом интерпретировать и действительно посмотреть, что там экстремистского. В любом высказывании можно найти что-то экстремистское. А помнишь, запреты, они есть, запреты свастики, фашистской символики. Неонацисты придумали свои символы, которые напоминают, в общем-то, свастику, но они недалеко ушли от этого. Плюс эти постоянные диспуты по поводу использования свастики индейцами, тибетцами, что это исторический символ, вот эта вся тяжба и все эти вот вещи, которые продолжаются там уже до бесконечности. Ну да, потому что... Это из этой оперы все, ну запретили, они взяли, добавили там что-то, тоже другое назвали. Не знаю, мне кажется, здесь скорее все намного проще. Это специально сделано, чтобы если задерживают человека, и у него в телефоне видят, ну, что он подписан на этот телеграм-канал, его уже можно в экстремизме обвинять. Вот чисто для этого. Я не думаю, что это вот прям вот настолько сложно, как ты описал. Это для того, чтобы попроще было сажать в Белоруссию, вот и все. Именно в Белоруссии даже к самому нехти не имеет отношения. Альбертыч, ну сажают вообще без телефонов, без нехты, просто вот от балды. Попался и сел сразу. А теперь статья посернезнее будет. Экстремизм, понимаешь? Читаешь телеграм-канал, экстремист. Экстремист. Хватит ли мест, правда, в тюрьмах? Да дело в том, что 30 тысяч человек уехало там за несколько месяцев, еще уедет. Да, да. Да и люди уезжают просто. Ну, слушайте, экстремистов не останутся, останутся те, кто ловит. Друг друга потом они будут ловить, сажать, что ли. Ну, работать некому будет. Только те, кто контролирующие, останутся, говорят, а ничего, у нас хватит работников. Ведь уезжают те люди, которые в состоянии уехать. Все люди, которые могут еще где-то пригодиться. Остаются люди, которые вообще пригодиться нигде не могут. Более того, они просто часто нетранспортабельны. Им просто некуда ехать, потому что по целому ряду причин они или деградировали, или у них просто нет умений и навыков, которые позволяют быть конкурентоспособными на трудовом рынке в других странах. То есть уезжает лучшее, остается то, что остается. Плюс вот недавно была, собственно, статья какого-то товарища очередного там с парка IT-технологий, который оценил в 50-60 тысяч, да, там, отток этих IT-специалистов. Хорошего специалиста, да, который бы работал, их и так немного, его надо готовить. Причем готовить годами. При этом не всякий станет хорошим специалистом. У каждого человека должны быть способности к этому. Так же, как, не знаю, чтобы быть хорошим слесарем, плотником и так далее. А слесарь и плотник еще легче устроиться хорошему, чем, кстати, IT-специалисту. Он на Мальте, там, 15 тысяч человек нужно строителей-специалистов с каким-нибудь средним знанием английского языка. Им сразу гражданство дает Евросоюзовское. Плюс Мальта, плещется море, вокруг, так сказать, чайки, тепло, цветы цитрусовые. Да, это, знаете, вот такое странное, представляю, вы поедете в Польшу сантехниками работать. Вы, видимо, все слабо представляете зарплаты сантехников в Западной Европе или в той же Америке. Тут, например, вот в Калифорнии сантехники – это те, кто там бассейнами занимаются, понимаете. То есть тут любая работа руками очень высоко оплачивается. Это не стоит думать, что... Это как раз у нас какая-то дебильная перекосореженность. Ну, видимо, поэтому бедные сантехники и спивались все время. Хотя, когда я уже уезжал, уже появлялись сантехники новой формации. Я помню, вот ко мне приходил... Сантехники новой формации, они ездят на машинах, которые зареплены рекламой сантехнической. Они очень хорошо, много и быстро зарабатывают и очень часто некачественно работают. Но на безрыбье и рак рыбой является или еще что-нибудь. Поэтому, в общем-то, они действуют цинично, хорошо зарабатывают быстро и так далее и тому подобное. Вся ситуация уже изменилась. В сантехнике с домоправления, там есть такие ребята, которые там от ЛТП до лечения в новинках от алкоголизма. Вот они приходят, но они ничего сделать реально не могут нормально. Кроме того, как пришел там как-то у меня посмотреть, что-то там в ванной было с краном. Он там присел на корточке и упал просто на спину пьяный. Приподняли человека, отправили, конечно, на похмелку дали. Потому что я вообще гуманист, как и все люди левый взглядом. Но после этого пришлось как бы расстаться с такого рода услугами. Там даже паук какой-то счет пришел, да, он не счет, он убивается там в жировку, так называемую, в оплату квартиры за услуги такие, чтобы человек упал на спину, понимаете. Может же травмироваться бухой, да, валяться там в ванной. Поэтому есть разные люди. Там, кстати, среди этих сотейных таких пять человек, но один как бы соображает. Поэтому, когда включают горячую воду, там отоплительный сезон, кстати, начался. Вот он там всеми рулит, ему просто в силу того, что там решает за массу людей и делает массу работы, он, в общем-то, ему тяжело заниматься. Это такой мелочевкой ремонтной, которой сейчас занимаются вот такие частые предприниматели здесь. А в США это вообще хороший бизнес. Я знаю несколько бывших офицеров, которые служили в американской армии. Они там типа уважаемые люди, но они занимаются прокладкой труб, сантехникой. При этом у них там хобби есть. В США вообще любая работа уважаема. То есть просто ты работаешь. Да. Скажем так, ты платишь налоги, все. Ты уважаемый член общества. Все остальное, все реально. Кем бы ты не работал вообще. И это очень, ну, это очень правильное отношение. А не как у нас. Вот эта престижная работа, вот эта непрестижная. Какая разница? Слушай, ты знаешь, у нас все больше и больше в Беларуси, к сожалению, работ непрестижных. Потому что, как ни страшно, я скажу очень страшную вещь, она многих расстроит, конечно. Работа должна оплачиваться. Да. И желательно многим людям, они по какой-то причине хотят, чтобы подработать хорошо оплачивают. Вот. А вот хорошо оплачиваемых работ все меньше и меньше. Вакансий вот открыть в Минске невероятное количество. Причем в тех сферах, где, собственно, во многих странах вакансий нет. Да. Где эти работы высокооплачиваемые. Вот здесь много таких вакансий. То есть, желающим поработать, пожалуйста, работа есть. Другое дело, возможность жить с этой зарплатой. Да. Это отдельная история. Как известно, если человек 50% тратит на еду, то тогда он является бедным, как заявили в ООН. Кстати, в России некоторые люди тоже жалуются, что на оплату жилья и еды уходит практически у многих почти вся зарплата. Это тоже, конечно, трагично, к сожалению. Да. Потому что это богатейшая страна с невероятными ресурсами. И читать такие вещи, конечно, не совсем приятно. Привет. Да. 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 Не будем говорить, принадлежит, конечно, не только Дана. Тут очень-очень много всего. Да, да. Принадлежит и целые сети магазинов и так далее. Бог с ним. Тут фишка в чем, что имущество, как заявляет, кстати, еврообзервер, да, Лукашенко-линг фермы актив в ЕУ, мемба Сайпресс, да. То есть вот фирмы у родственничков-то оказались даже не в России, да, и не в Кыргызстане или в других постсоветских странах, как многие полагали. А вот это все, весь бизнес находится в Кипре. Помните, кстати, странную реакцию Кипра, да, при голосовании за введение санкций? Он был против. Вот. В общем-то ничего просто так не бывает. Хотя, слушайте, это все касается бизнеса. Вот не далее, как сегодня, на светошумовых гранатах, которые используются при разгоне демонстрантов, нашли клеймо Чешской Республики, импортированные, поставленные в Белоруссии в 2012 году. А в 2011 году были введены санкции. При этом Чехия во всех международных организациях распинается, и руководители Чехии рвут на себе верхнее и нижнее белье, рассказывая о том, как они стремятся к поддержке, не знаю, демократии, гражданского общества в Белоруссии. При этом далее найдены были пули, произведенные в Польше, да, резиновые. Не резиновые, гильзы, извините. Да, это было поставлено тоже из Польши, которая невероятным образом беспокоится и волнуется белорусов. Да, при этом пулями, которыми количество расстреливают людей, произведены в этой чудной демократической стране, которая так поддерживает. И, собственно, поэтому надо понимать, что для Лукашенко Беларусь – это фирма, это бизнес. Он не планирует, как бы он старается, конечно, этот бизнес в своем понимании хорошо вести, но он его терять не собирает, не хочет. И для него вот эти все оппозиционные выступления – это как будто у него хотят отжать бизнес, понимаете. Вот он именно так относится к стране. То, что какие-то люди пытаются у него забрать деньги, он, естественно, не собирается никому отдавать и никуда уезжать отсюда. Это еще раз, еще раз показывается. И, конечно, хочет ее потом по наследству кому-нибудь еще у себя передать, чтобы они продолжали зарабатывать. Так что не стоит ожидать... Нет, тут, на самом деле, история. Никто тут особо власть... Тут дело главное, чтобы власть просто не трогала все эти бизнесы. И кто бы ни пришел к власти, надо будет с этими людьми договориться, чтобы все было окей по бизнесу, и они договорятся. Потому что, вы видите, тут вопрос вообще не в людях или в каких-то ценностях, а вопрос заработки. Поэтому надо спокойно к этим ценностям всем относиться. И по той самой причине, что есть громкие заявления, есть дела, и вот эти две последних истории с гранатками, пулями и так далее, очень хорошо, в общем-то, показывают реальные, настоящие отношения. Есть бизнес, есть интересы финансовые, а все остальное это по боку на самом деле. Давай тогда будешь скоро приближаться к завершению нашего путешествия в мир новостей, из которого мы будем постепенно выходить, да? Давай, вот у нас есть еще про ковид, но давайте просто коротенько, что, ребята, вы как-то старайтесь все-таки сейфово себя вести, потому что сейчас еще большая волна заболеваний началась, а так как народ уже просто привык ко всему этому, всем кажется, типа, это как какой-то я мемчик видел, то, что, типа, где Саня, а от ковида сдох, ну и лузер. То есть сейчас уже народ просто как к приколу этому всему относится, однако смертность большая, в России бьются рекорды по заболеваемости, однако никаких карантинных мер не вводится, хотя сейчас больше в день заболевает, чем это было весной, например. То же самое касается Беларуси, в Украине эта волна еще намного сильнее, чем была первая, так что просто, ну, что бы там ни делали власти, вы, главное, себя берегите, то есть маски, дистанция, и, конечно, переболеть придется когда-нибудь всем, но еще раз повторим, главная проблема в том, что переполнены больницы, нету мест, и если у вас будут осложнения, а как раз мужчины, например, подвержены больше осложнениям, понятно, пожилые люди, если у вас будет осложнение, то очень большая вероятность, что вам просто не хватит места. Зачем себя подвергать этому риску? Да, иронизирует очень хорошо уже над ковидом, когда в 21-м году встречаются два человека, в памперсах один к другому говорит, какой был хороший ковид, а сейчас желудочная инфекция. То есть, вы знаете, может быть еще и хуже, потому что маска эта можно пережить, а вот уже с памперсом ходить на работу еще где-то, а бывают, где тут сказано, всякие болезни жутко заразные с такими симптомами, как, в общем-то, диарея, холера, не дай бог, еще что-то. Поэтому народ старается иронизировать, хотя ситуация везде, к сожалению, ухудшается. Будем надеяться на лучшее. Да, и давай, наверное, в конце про Брексит поговорим. Я не знаю, какая, про дикпики хочешь? Да, не, ладно, дикпики уберем, давай про Брексит. Просто Брексит, опять, Борис Джонсон заявил, что призвал британцев готовиться к жесткому варианту Брексита, потому что уже 1 января... К жесткому варианту дикпика. То есть он в момент, когда вообще у него полностью обделается с Брекситом, он всем вообще жителям Соединенного Королевства вышлет свой дикпик. Это будет знаком к Брекситу, короче. Это было бы интересно. Сразу бы две темы соединяли в песне. 1 января заканчивается переходный период, и, как заявил Борис Джонсон, учитывая, что ЕС в последние месяцы в основном отказывался по-настоящему от серьезных переговоров, я пришел к выводу, что 1 января мы, скорее всего, пойдем по австралийскому сценарию. Это значит, что... Всех отправят в Австралию. То есть помните, что всех уголовников и всяких людей, катаржан англичане длительное время вообще отправляли в Австралию. Да, это было место ссылки. Кстати, сейчас удивляются, что-то как антисоциальные страны ведутся австралийцы. Если брать добрую, хорошую научную генетическую теорию, эволюционную тоже, то, ну, а кто там, какие там люди вообще могли появиться, кто и так далее. Вот. Это ясно совершенно. Поэтому, в общем-то, все... Брексит будет заключаться, все соберутся и улетят, или уплывут. Кто на чем? На плотах, на кораблях в Австралию. И организуют новую Англию. Да, назовут какая-нибудь там Новоскотти, Нью-Ингланд или Нью-Юнайтед Кингдом. Вот. А и бросят вообще эти острова к чертовой матери, что их потом заселят викинги в очередной раз. Или еще кто-нибудь. Ну, просто вот этот Брексит, я помню, что 4 года назад как раз, больше 4 лет назад прошло это голосование, и у меня такое полное ощущение, как будто британцы максимально оттягивают этот выход, потому что, ну, что-то ступили, знаешь, вот ощущения. Ну, я все равно, вот, может, ты мне расскажешь, ты сейчас говорил в течение выпуска, как Евросоюз нагибал бедных британцев. В чем плюс выхода из Евросоюза, расскажи мне? Ты понимаешь, в чем плюс? Я понимаю, это психологическое иллюзорное ощущение независимости и такое возвращение девственной самости, да, вот, англичанам. Потому что англичанам вообще многим, да, среднего и старшего возраста очень нравится подчеркивать свою особенность, да, в отличие от европейцев. Вот у нас фунты, да, стерлингов, у нас не евро. Мы по-другому измеряем длину, мы по-другому измеряем вес. Это, вот, это староимперская заезженная история. То есть они, пусть мы очень маленькая, но мы все равно империя, и все равно мы независим. Плюс к этому, мы уже говорили об этом, что со спонсорами и, безусловно, поддерживают Brexit, это английская королевская семья. Какое они место занимают в Евросоюзе, во всей этой иерархии, да, в общем-то, во всей этой цепочке пищевой европейской. Это кошмар, да, это уровень каких-то вообще клоунов, да. Вся эта роль английской семьи, да, полностью нивелируется, когда они являются частью Евросоюза. Когда Англия является как бы независимой, то семья королевская, она приобретает такой полуполновесно, но достаточно значительный статус все равно. И плюс ведь неизвестно, как Гарри, там, другие принцы, как они захотят ли они влиять на политику, какую они могут занять позицию, возможно, весьма активную. Это не бабушка-королева, которая уже чисто там такой, фактически, как для шоу, да, существует скорее, ежели для серьезных дел. Ведь есть молодые люди, они амбициозны. Может быть, они захотят играть более активную роль в будущем, в истории, в ситуации в Англии. А здесь, в общем-то, они полностью, так сказать, их роль нивелирована, кажется. Есть очень много вопросов. Плюс это различные квоты. Да, вот были английские рыбаки, которые ловили рыбу. У них были известны определенные территории. И там, слава богу, этих рыб было очень много, да, рыбы этой. Потом по европейским квотам их этого лишили удовольствия, да, и этого бизнеса. И фактически вся эта рыболовецкая отрасль английская вообще в упадок пришла. И она вообще фактически будет уничтожена. Как во Франции. Приедьте на рыбные рынки, допустим, в Ницце придите. И посмотрите, какой был рынок, да, там масса много-много мест. И сколько реально там этой рыбы продается сейчас. Там 2-3 лавки осталось. А лавок 20 мест, где продавалась рыба, они закрыты, там никого нет. Потому что есть квоты, есть возможности ловить, уменьшение количества этой рыбы и так далее. Это тоже может способ какие-то эти отрасли сохранить, английские, да, такие традиционные. Но это тоже, конечно, все политика. Ничего не поделаешь. Да, да. Ну ладно, давай на этом заканчивать. Да, пойдем есть рыбу. Да, извините, вегетарианцы, веганы, но люблю это занятие. Скушать хорошо приготовленные вкусные рыбки. Здоровья всем, берегите себя. Бывайте здоровы, живите богато. И Стефаныч клевещут. Ха-ха-ха.